Привет, друзья! Захожу как-то к своим корешам в один из магазинов техники и спрашиваю, что сейчас среди смартфонов покупают активно. Утвердительный ответ был Samsung Galaxy 50, Tama 30, ну вы поняли. Меня не удивил этот ответ, очень хорошая реклама. А серия просто повсюду. Хорошо узнаваемый и многими любимый бренд. Ну и сам смартфон с виду ничего, и вроде бы как ценник неконский, хотя и далеко не самый маленький. Но это же вам не кидает, скажут многие по старым стереотипам. Вот я и решил разобраться, насколько хорош Galaxy A50. И здесь все-таки больше реклама работает или таки гаджет огонь? Что же, давайте все по-честному вам и расскажу. Во-первых, когда берешь его в руки, сразу трудно понять, что за материал задней спинки. Похож на стекло. И он такой весь из себя. Всего в магазинах у нас есть три расцветки. Синий, черный, который я бы не сказал, что полностью черный. Он с темно-синим отливом. И белый, который тоже не белый, а скорее перламутровый. Он напоминает благородный камень, я бы сказал. И выглядит очень привлекательно и дорого. Только вот это обычный пластик, даже без стеклянного покрытия. Потому насобирать царапин плевое дело. И в случае с черным цветом отпечатки тоже будут очень заметны. И в моем случае именно белый цвет, который и вам советую. На нем и отпечатки, и микроцарапины будут практически незаметны. Но сразу при покупке нужно брать и чехол, если хотите сохранить товарный вид дольше. Память в моем случае 4,64 гигабайт. И стоит он на данный момент 8500 гривен. 322 доллара, 20300 рублей. Это не так уж и дешево, скажу я вам. Версия 6128 стоит уже около 380 долларов. И тут хотелось бы уже стеклышко сзади, а не пластик. Ну да ладно. Экранище. Он у нас на целых 6,4 дюйма Full HD Plus Super AMOLED. Он по насыщенности хорош, и при этом можно выбирать из разных профилей. Сразу заметил, что баланс белого немного уходит в теплые оттенки, и яркость на улице ближе к вечеру как-то не очень высокая. Я взял свой смартфон на IPS матрице, выкрутил яркость на максимум, и действительно дисплей у Samsung теплее и немножко тусклее. Always-on дисплей на месте, и черный конечно же глубокий, это же AMOLED. Но меня напрягает, что тут есть шим. Дисплей мерцает, хоть и незаметно для глаз, что свойственно AMOLED матрицам. Сейчас многие производители в связи с жалобами на этот самый шим начали программно добавлять функцию DC Dimming, которая если не убирает полностью, то уменьшает мерцание. Здесь же такого нет, а жаль. Может с обновлением добавят, а может и нет. Не все люди восприимчивы к шим, но например я пользовался смартфоном на AMOLED, и разницу с IPS ощутил не в пользу AMOLED. Потом у меня смартфон с IPS матрицей, но это такое, как говорят на вкус и цвет решать каждому. Но шим должен уйти в прошлое, и я считаю это недостатком. Еще момент, если в ютюбе растянуть картинку на весь экран, будет видно вырез камеры. В играх же обрезается под него. Сканер отпечатка у нас в дисплее, что многим понравится. Это реально удобнее, чем если отпечаток пальца на спинке. Особенно в случае, когда смартфон лежит на столе. Его не нужно поднимать. Только скорость и точность срабатывания тут очень уступает современным сканерам на спинке или под экраном в кнопке. Быстрее и удобнее даже использовать камеру фронталки для разблокировки по лицу, на мой субъективный взгляд. Одно знаю точно, Samsung должны доработать сканер под экраном в своих среднебюджетных смартфонах, судя по данному сканеру. И тут он будет вас только раздражать, скорее всего. Лоток под сим-карты наилучший из вариантов на 2 сим и карту памяти. Вставив сим-карту, я сразу начал тестировать связь, так как читал отзывы людей о том, что приемник слабый и часто ловит хуже других. Что ж, у меня плохо ловит Киевстар в этом месте. Да так, что и не переходит хотя бы на 3G. Я оставил только сим-карты Киевстара и испытывал связь на моем Xiaomi, у которого нет проблем, и Samsung. В моем образце я не заметил абсолютно никаких проблем. Дозвон уверенный, сигнал тоже не пропадал, хоть показывал на одно деление меньше, чем Xiaomi. Иногда даже показывал 3G, что никогда тут не делал тот же Xiaomi. Да, вот такое тут аномальное место для Киевстар, но Samsung нормально затащил и претензий нет. Другими модулями связи он напичкан сполна. Wi-Fi двух диапазонный, Bluetooth современный 5.0, GPS ловит все возможные спутники и ловит их хорошо. И что очень важно, тут есть NFC. А теперь же заглянем в душу и сердце смартфона. Работает наш герой на 8-ядерном Exynos 9610 с графикой Mali-G72 MP3. И я скажу вам на вскидку, сравнивая со Snapdragon где-то на уровне Snapdragon 660. Это значит, что даже для игр он вполне себе сгодится. Пусть в некоторых и не на самых ультра, если дело касается самых тяжелых, но на средне-высоких точно можно поиграть. Я опробовал и все идет достаточно уверенно. Что касается оболочки One UI, то она на нем тоже работает без всяких подлагиваний. Причем оболочка достаточно красивая и продуманная и прикрывает собой Android 9. Камеры. Модуль состоит из трех сенсоров. При этом основной имеет разрешение 25 Мп с апертурой 1.7. И по идее качество на него будет лучше. Оно тут далеко не флагманское, это сразу заметно. То есть назвать его камерафоном за его стоимость нельзя. Хотя и не сказать, что качество плохое, но тот же Redmi Note 7, 7 Pro, который дешевле, снимает лучше. И это заметно. Плюшки вроде портретного режима само собой на месте. Для этого есть дополнительный модуль на 5 Мп. Ну и как же без широкоугольного модуля. Он тут на 8 Мп. В кадр при фотографировании поместится, конечно же, больше объектов, как в фото, так и в видео. Но качество, как вы понимаете, будет хуже. Пока это больше мода, нежели качество. И четвертый модуль камеры, как вы догадываетесь, у нас фронталка. Пример съемки видео на Samsung Galaxy A50. Full HD, 30 кадров. 4К не снимает. Электронная стабилизация, как видите, есть. Немножко компенсирует. Плавненько. Динамический диапазон, конечно, такой себе. Теперь съемка у нас на широкоугольный модуль. Захватывается намного больше деталей. И, как вы уже заметили, здесь есть стабилизация. Электронная стабилизация отрабатывает, в принципе, неплохо. Качество на ваших экранах. Звук. Во-первых, спасибо, что не избавились от 3.5 миниджека наушников. И звук в наушниках довольно неплохой и с очень хорошим запасом по громкости. Мультимедийный динамик тоже неплохой по громкости. Но хотелось бы больше объема. Может, иногда слегка похрипывать. Для просмотра фильмов и ютюба вполне хороший динамик. Автономность. Я заметил, что пошла повальная мода на большие батареи. 4000 мА, хороший тон. Как в нашем случае. И задали моду на это, конечно же, китайцы. Как тут без них. Батареи на день точно хватает при моем среднем сценарии использования. При этом экрана где-то 6-6,5 часов. Хотя я сначала думал, что AMOLED экран 10 нанометров проц будут давать мне больше автономности на 1,5-2 дня. Но не срослось. Я думаю, что виной всему ПО. Но самое главное, что на день точно хватит. Ну а теперь мнение Smart Plus. Есть ли конкуренты с его возможностями и ценой? Да, миллион. Отчего он больше популярен? Благодаря маркетингу или же начинка и качество решает? Говорю уверенно. Благодаря маркетингу. За эту цену можно выхватить что-то очень достойное среди китайцев. Xiaomi, Honor, Meizu и многие другие имеют множество вариантов. Что в нем хорошего? Наличие NFC. Стильный современный дизайн. Хотя мода на дырке в экране уже понемногу отходит. Актуальное железо. Сочный, насыщенный экран. Хотя о шиме в своем отношении, отсутствии DC-димминг я уже вам говорил. Сканер отпечатков дисплея. Тут это наверное скорее к баловству. Так как работает он здесь, мягко говоря, хреново. Камеры неплохие. Хотя можно найти и лучше за эти деньги. Целых 4 модуля на все случаи жизни. И скажу так. Аппарат в целом неплохой. Даже хороший был бы. Если бы стоил на долларов 80-100 дешевле. И если честно, я бы себе не взял его за эти деньги. И скажу вот что. Уже получил Galaxy A60 прямиком из Китая. Он уже совсем из другого теста сделан. У него экран другой, начинка другая. Он дешевле. И я вам обязательно расскажу о нем. И даже немного сравню эти два устройства. Так что не забудьте подписаться. Будет интересно. И до новых встреч.